Свой бассейн, театральная студия и кружок рукоделия. Так отдыхают дети в загородном лагере Лесная застава. Сегодня там побывала депутат Госдумы Елена Ямпольская и заявила в парламенте озабоченной безопасностью детского отдыха и тем, кто работает с детьми в лагерях. Подробности у Ирины Гончаренко. Бусинки это как бы маленькие, крупные звездочки. А это маленькие планеты, как будто бы я от них отрезала половину. На столе перед Аленой Могильниковой 3D модель космоса. Кусочек галактики девочка делает из бумаги и бусин. Правильно склеивать куб и выбирать цветовую гамму. Алену и других девочек учит руководитель кружка хобби-клуб Анна Подборнова. Она будущий учитель истории, учится в педагогическом университете. Вуз заканчивает в следующем году, а в этом уже получила диплом дополнительного образования по специальности педагог декоративно-прикладного творчества. Оно мне больше по душе, это как бы с детства еще и идет увлечение мое. И сейчас уже получила образование и могу уже работать и с детишками, то есть с ними заниматься и учить их уже чему-то, уже можно передавать свой опыт. Своими подделками рукодельницы хвастают Елене Емпольской. Депутату Госдумы в лагере лесная застава проводит экскурсию по кружкам и спортивным секциям. С детьми здесь работают либо студенты педагогического университета, либо школьные учителя. Елена Емпольская рассказывает, сейчас в Госдуме регулярно обсуждают, как сделать отдых детей безопасным. Уверена, с детьми должны работать только профессионалы. В новоявленных лагерях детского отдыха зачастую неизвестно откуда появляются эти вожатые воспитатели. У них нет ни опыта работы, ни образования соответствующего, а зачастую даже просто простого человеческого чувства ответственности за детей у них нет. К сожалению, мы знаем, что эти проблемы иногда доводят до трагедии. В случае на самом озере нам всем памятен. Он породил, собственно, и несколько законопроектов, ужесточающих правила детского отдыха. Сейчас в Челябинской области 73 загородных лагеря для детей. В них работают более полутора тысяч вожатых и воспитателей, тренеров и руководителей кружков. И многие из них – это студенты челябинских вузов. Это, конечно, педуниверситет, это Академия культуры, но и очень хорошо представлены Юргу, Челгу. Но, кроме того, кстати, есть медицинский университет, физическая культура, Академия университет тоже, кстати, готовит. Это, как правило, инструктора физического воспитания, плавруки, которые тоже нужны, особенно там, где у нас бассейны есть и там, где открытые водоемы. Безопасностью отдыха обсуждение не ограничивается. Разнообразный досуг и комфортные условия проживания в детских лагерях тоже в приоритете. Условия проживания в летнем лагере созданы, словно, в номере заграничного отеля. В каждой комнате четыре кровати, есть большой шкаф для вещей. А самое главное – комфортабельная туалетная комната. В каждом номере есть свой туалет и душевая кабина. За это лето в загородных лагерях уже успели отдохнуть более 150 тысяч южноуральцев.